Ну это бывшая сотка, сотая бригада, железные каски, которые штурмовали Мариуполь, участвовали в штурме, которые потом воевали под Маринкой. Ну это в основном та самая вот эта легендарная донецкая пехота, которая на своем горбу очень много вытащила. Я специально пошел именно в местные части, то есть я же мобилизовался здесь, ну то есть я же доброволец, я добровольческий контракт заключал здесь, не в Москве. Просто так получилось, что я же знал всех этих людей, которые погибли, ну и кто пострадал в результате вот этих всех терактов с Дашей Дугиным, просто были друзья. Вот, Владлены я знал, вот, Захара Полепина, мы с ним знакомы, ну тоже мы какие-нибудь друзья, но мы знакомы. Вот, и, конечно, Злова я знал, который погиб там в этом теракте. Вот, поэтому, ну и знаешь как, я сидел, это самое, поехал кататься в горы, вот, и этот, финальный, реальная точка, это когда уже по Кремлю бьют. Понимаешь, а у меня же, как сказать, у меня прадед мой, то самое московское ополчение, вот, Великое Отечественное воевал. На 12-го? Ну, которое, нет, московское ополчение 41-го, которое с Красной площади уходило, вот, у меня прадед воевал, погиб, вот, ну как, пропал без вести. Вот, а другой прадед, Брусиловский прорыв, участвовал, и они обыкновенные добровольцы, вот, были. В общем, ну как-то, знаешь как, для кого-то удар по Москве, это типа, а, там, так и надо, там, этим жирным котам, а для меня это совершенно другая история, потому что вот это, как бы, ну я коренной москвич, это моя родина малая, вот, которые защищали мои предки, и копча я могу по-другому. Ты искусствовед? Я художник. Художник, скульптор монументарист? Нет, ну я художник и философ профессиональный, вот это моя основная, и куратор еще. Куратор, звучит зловеще. Я куратор художественных проектов, двух, один после иконы, современное христианское искусство, второй это русский стиль, это современная русская мода и современная русская живопись, вот. Ну, чуть-чуть видеоарта, там, всякого такого. То есть, ну, ты плотно во всей художественной тусовке, как она отреагировала, ты до интервью рассказывал удивительные вещи, даже, там, про общую знамую работу. Ну, ты знаешь, художественное... Знаешь, произошло очень странное. Вот, люди, от которых я, будучи с ними знаком, ну, как бы, довольно долго, вообще не ожидал никаких патриотических движений, вот. Вдруг просто взялись и молча впряглись в помощь в какие-то закупки дронов, в закупки медикаментов, в транспортировку, в какую-то медицину, еще во что-то. То есть, люди, ну, я всегда смотрел на этих людей, как на вполне либеральных, таких, как бы, либерально настроенных, но вдруг раз, и что-то произошло, и вот человек принимает вот это решение поддержать и быть со своим народом в этой тяжелой ситуации, в которой мы находимся. Вот. А с другой стороны, множество людей, которые рвали, значит, на груди крестовую рубаху, значит, бились в десны со всей патриотической тусовкой, расписывали храмы, ВДВ, значит, и всякое такое проще. Эти люди просто, ну, в первый же, там, во второй, в третий, там, день операции спрыгнули, проклиная страну, которым дала все, а некоторым спасла просто жизнь. Вот. И вот теперь сидят, кто в Средней Азии, кто в Тбилиси, кто в Париже, время от времени пишут мне что-нибудь из серии «Покойся с миром, значит, бывший друг» или «Мы приедем, будем вас карать». Те, кто был в общем и целом сравнительно незаметен на фоне большой государственной или коммерческой пропаганды художественной, вот те, кто был незаметен, они вот тихо взяли и уперлись за Родину. А вот те, кто получал бюджеты, имел выставочные площадки и просто в целом неплохо себя чувствовал, вот, они стали штурмовиками Верхнего Ларса, вот, самокатными войсками, значит, и, ну, торжественно прокляли отечество, которое им дало все. Все. Глядя на художников, я вдруг испытал приступ оптимизма, потому что огромное количество людей впряглись и стали помогать. Очень много. Именно в художественной среде. Да, кто-то отслоился, вот, но, видимо, художник очень сильно связан с рельефом, с, я имею в виду, просто географическим рельефом, вот, с этой Родины, еще с переживанием Родины в светотеневой среде, в природе, в архитектуре, в лицах, что, видимо, он это как-то впитывает очень-очень-очень долго, да, и когда оказывается, и он в большинстве случаев на эту тему не задумывается, но когда оказывается, что нужно сделать выбор, художники часто очень, ну, многие, наверное, даже большинство сделали какой-то выбор, с которым я согласен, который я считаю правильным. Ты знаешь, я вообще считаю, что патриотизм, патриотизм не должен быть мотивом для оплаты. Ну, то есть, декларируемый вот этот вот газмановский патриотизм с Надеждой Бабкиной, блинами на лопате, значит, с шаманом и со всей прочей вот этой дурновкусной гадостью, которая целью своей имеет получение государственных бюджетов в обмен на патриотическую риторику, ну, эти люди, они, ну, как бы при первой возможности мы видим, как они выступают, мы видим, что они предают, потому что родина, если, ну, как, там, где сердце человека, там и, как бы, вот его родина, да, если у него деньги, ну, как бы, если он сердцем своим привязан к деньгам, в первую очередь, то, ну, как бы, для него смена родины не составляет проблему, вот. И все эти люди, ну, многие, да, мы видели вот это вот большое предательство культурной элиты, которое произошло и на макроуровне, и на микроуровне, мы это видим. И это отвратительно, и то, что сейчас опять занялись ровно тем же самым, вот, ну, мне это претит, я не понимаю, зачем это делать. Ну, вот Георгия сейчас здесь сделал победоносца, вот, такого в стиле русского авангарда. Вот, потом, ну, у нас же вот это наша боготворительная эта история, вот, с помощью, ну, вот, дроны, вот эта вся история, мы сейчас делаем пару выставок. Ну, вот дизайн для выставки нарисовал, там, вот, концепцию, это чистое небо, там, с ласточками, там, со всеми... А ближайшая совсем скоро, да, выставка? Да, сейчас вот будет 19-го выставка в Петербурге открывается, и... Не помню дату, в общем, скажу тебе, следующее в Москве благотворительные выставки. Дроны реально спасают жизнь. Почему? Потому что, ну, просто элементарно возможность поднять птицу и увидеть начинающееся наступление, вот, это спасение жизни. Ну, потому что сидят люди в окопе, да, по ним за дня в день долбит артиллерия, минометы, там, и так далее, и тому подобное. Вот, а потом в какой-то момент просто, ну, там, заходят, условно, украинские штурмовики, забрасывают гранату и всех добивают выживших. И все, и если ты этих штурмовиков увидел, то ты отбился, у тебя позиция сохранена, люди живые. Если нет, то нет. Потом на дронах, ну, вот, мои товарищи возят, ну, вот, у нас там есть возможность отвезти людям, которые застряли где-то, да, отвезти воду, отвезти еду, отвезти медикаменты. Вот, так что это вот реально такая история, что вроде бы, да, кажется, самолетике смешно, а по сути, ну, это способ спасти жизни, способ воздействовать на ситуацию, способ, ну, как бы, сделать так, чтобы люди вернулись домой живыми к своим семьям. Вот, а, ну, из таких, из заметных вещей, заметно, что у украинцев очень сильно повыбило подготовленных людей. Вот, то есть люди там с той стороны ведут себя на передовой часто, ну, совершенно неадекватно и самоубийственно. Это говорит о том, что это люди, которых буквально вчера где-то поймали на улице, вот. А может пример какой-то привезти? Ну, пожалуйста, условно, вот позиция украинская, висит дрон над ней. Выходит из блиндажа украинец, ну, его же слышно. Ну, и вот он начинает, что-то там, факи показывает, там, дрону, там, что-то пытаться из, значит, из автомата сбить его, вот. Потом, значит, идет, приводят товарищей, значит, тоже они выходят из блиндажа, начинают тоже там смеяться, что-то там, жесты всякие показывают. Ну, а все это время, как бы, понятно, ну, то есть дрон же не просто так висит. Ну, то есть люди, которые сбились в кучу, и вот... Им обязательно прилетят? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, и, конечно, заметно отличие наших бойцов от... Именно нравственное отличие от... От украинских. Потому что, ну, наши, например, не добивают раненых. Вот. Своих или чужих? Чужих. Чужих раненых наши не добивают. Вот. А украинцы... Ну, то есть... Ну, то есть, условно, для них человек с красным крестом – это первая цель после офицера. Вот. Поэтому... Ну, и я лично абсолютно убежден в том, будучи христианином, я абсолютно убежден в том, что здесь... Ну, как бы, я сам человек, конечно, довольно грешный, вот. Но я все равно считаю, что... Когда человек совершает страшное, ну, например, убийство раненого, беспомощного, это его надламывает изнутри. Это все равно тяжело действует. То, что начиналось как братский чапалах, вот, вразумляющий, вот, от старшего брата младшему, в нынешней ситуации это уже никакой не чапалах. Это, ну, как бы... Это все закончится... То есть, вернуться в статус любимого младшего братика у украинцев не получится, это невозможно. То есть, ничего не закончится даже с падением и бегством украинской армии. Нас еще ждут... Ну, нас ждет то, что по-настоящему и подпадает под понятие деноцификации. Потому что деноцификация, это же процесс невоенный, в первую очередь, если обратить внимание на историю 20 века, деноцификация это процесс культурный. Да. Когда, ну, вот, немцам, которые вчера зиговали, объясняли, что, вот, в действительности Германия делала вот это, вот это, вот это, вот это. Нужно увидеть и прислушаться к собственному народу, к русскому. Не надо от него отшатываться, не надо его бояться. Да, потому что у меня иногда ощущение такое, что любые проявления русскости, они как-то кого-то пугают, вот, в элитах. Не надо его бояться. Русский народ по натуре добрый. Русский народ, русский человек по натуре прощающий. Русский человек по натуре очень творческий. Прислушайтесь просто к русскому человеку. Он, народ сам выдумает, как ему простить украинцев.